Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Ну вот закончили мы делать ревизию моих пчелосемей, 150 семей. Просмотрели. Я то не планировал делать эту запись, но по двум причинам. Первая причина это то, что необычные появились такие обстоятельства в медосборе. В весеннем, ранее в весеннем медосборе пчелами. А вторая причина в том, что, ну, все-таки, хоть и незначительное число подписчиков на моем канале, но, тем не менее, я считаю, будет правильным, если я буду подробно делиться своими знаниями. Те подписчики, которые смотрят мои видео, они, наверное, хотят что-то, получить какие-то знания и повторить мой опыт, чтобы не допускать ошибок, получать высокие медосборы, как я получаю. Поэтому я считаю, ну, эти подробности, которыми я делюсь, они важны и вам пригодятся. Ну вот, те обстоятельства, которые вот побудили меня сделать повторное видео в скорости после того, как я 16-го числа делал, просмотрели семьи и заметили, что, я уже и говорил об этом, что идет медосбор. Числа 16-го, 17-го, сегодня 18-го числа, вот третий день стоит относительно теплая погода. Ну, у нас это северо-запад Белоруссии, вот, где Врасловский район, Миорский район. Я проживаю в Миорском районе, здесь температура ниже, чем в южных районах. Вот около 15-го, но, как видите, пчелы работают при такой температуре довольно интенсивно. Все семьи работают... Все семьи работают сейчас на медосбор. Все семьи работают сейчас, используя вот каждую минутку, солнечный, теплый день на этом медосборе. Ива очень хорошо выделяет. Нектар. Значит, сейчас я расскажу, в чем причина. Ну, сначала покажу, как идет медосбор. Вот, пришлось даже ставить уже дополнительное сушь, чтобы они складывали нектар дополнительно, потому что, ну, уже забивают нектаром почти все рамки. 16-го числа, это первый теплый день был, контрольный улей показал 4 килограмма привеса. Ну, вот, как выглядит эта рамка. Посмотрите, она вот залита... Вот на солнце, если вот так смотреть, она залита нектаром с этой стороны, пиргой, близко не подноси, потому что резкость будет плодать. Ну, вот, хорошо видно. Значит, пришлось ставить дополнительную рамку. Ту рамку, которую я показывал, я поставил вчера. Они ее полностью уже занесли. Это стояла раньше, эта рамка. А там разблод. Вот, эта рамка уже тяжелая. Это мы вчера ее только поставили. Они ее занесли уже нектаром и пыльцой. Это вчера мы проверяли здесь. Вот, вчера они носили теплая погода, сегодня тепло. Значит, требуется сюда еще одну рамочку поставить. Ну, мы ее поставим. Сейчас мы закроем. Значит, утепление. Значит, что я хочу тут сказать, вот, каким опытом поделиться. Дело в том, что не все семьи будут, даже при наличии нектаровыделения силы, не все семьи будут носить этот нектар. Нектар будут носить только те семьи, которые имеют большую силу, то есть, ну, большую массу пчел. Сильной семьей считается, ну, в моем понятии, и вообще, где-то, чтобы она перезимовала на 7-8 рамках. Вот, плотно засиженных пчелами эти рамки. Вот это будет сильная семья считаться. Ну, не все. Как вот добиться? Вот тут причина в том, чтобы добиться как-то, чтобы семьи хорошо перезимовали. Чтобы такой силой они вышли, как зашли в зиму, вошли, так, чтобы перезимовали и весной такой силой, и с такой энергией пчелы стали работать на расплод, чтобы расплод был, развивался. Для этого я, как вы знаете, применил рамку, не стандартную, а узко-высокую. Это додановская рамка, вот она, додановская рамка, если бы вот ее так расположить. Ну, а я ее перевернул, она получилась узкой-высокой. Вот я и говорил на выступлениях, на конференции и в статьях своих, объяснял, почему я ее взял. Вот для того, чтобы зимовка проходила благополучно и чтобы весеннее развитие было хорошим, интенсивным, развитие пчелосемей. Почему так происходит вот на этой рамке? Ну, потому что, во-первых, экономится энергия и тепло внутри клубном пространстве пчелосемей, и пчелы сохраняют энергию. Почему так происходит? Потому что клуб, они образуют, ну, конечно, здесь и пчеловод способствует этому, когда клуб образуется как бы внизу рамок, а верхняя часть остается с кормом. И я так делаю, чтобы корм, верхняя часть у нас была с медом. Это где-то в августе и в июле они собирают гнездо, оставляют такие рамки, чтобы мед сверху был. А потом, в начале сентября, я докармливаю его сахарным сиропом. И они, значит, дополняют недостающий корм каждой улочки. А ложи образуют внизу, на тех рамках, где расплод. А когда я делаю осеннюю ревизию в августе, то я тоже беспокоюсь о том, чтобы центральные рамки, где будет сидеть клуб, чтобы там был расплод. Вот на тех рамках напротив литка образуется клуб. Верхняя часть с кормом. Вот они располагаются так, чтобы от левого края рамки до правого полностью занимают это место. И в самом корпусе, тоже от корпуса передней стенки до задней стенки клуб так экономно расходует пространство. И от этого получается, что экономится энергия, тепло. И постепенно, зимуя, они переходят с нижней части рамки и улочки. Они как бы передвигаются вверх и экономно расходуют корм. Этот корм остается и на весеннее развитие, уже меда. Если взять додановскую рамку, то пчеловоды стараются, используя такие ули, где додановская рамка низкая, но по ширине она, видите, какая. Значит, клуб будет располагаться так, чтобы пчелы сидели около литка и занимает часть только рамки. Вот. И в этой части рамки мед, допустим, будет сверху. Они так будут располагаться. Внизу, допустим, не будет меда, но они часть будут закрывать и меда. Потому что клуб представляет собой, ну, как бы, сферическую такую, шарообразную форму. А левая часть, если тут даже есть мед, она не будет покрываться пчелами. Значит, часть пространства самого корпуса, улья, где сидит клуб, там будет холодная часть меда. И воздуху не будет прогреваться. Некоторые говорят, пчеловоды, что прогревается только клуб. И там они сохраняют такую температуру, чтобы, ну, выживать. И эта температура распространяется на корку клуба. Ну, все дело в том, что неэкономично они расходуют это тепло и этот корм. Тем более, если стоят морозы, погода, пчелы зимуют на воле, и погода очень холодная, долго стоит отрицательная температура, то они дойдут до кромки верхней, съедят этот мед, и перейти на ту часть корма меда, где остался, они не смогут. Тем более, в конце зимы, зимовки в феврале, уже с конца февраля, уже появляются частички расплода. Парка начинает уже понемножку набирать темп. И в марте стоят морозные дни, довольно суровые. И в такой ситуации порой бывает, что пчелы погибают. Корма нет, с расплода они уйти не могут. Вот это недостаток. Вот в такой рамке додановска, когда она низко-широкая. Они погибают, корма не хватает, начинают болеть. И весной выходят болезненные, в тяжелом состоянии пчелы. Ну, какое может быть весной интенсивное развитие? Могут погибнуть. И в течение зимовки они энергию трудно сохранить, потому что нужно много энергии, чтобы сохранить тепло. Понимаете? Ну вот, а с такой рамкой намного проще пчелам. У них инстинкт выживания тысячелетиями, миллионами лет, когда они в дуплах жили или там в пещерах. Они строили соты таких размеров, чтобы можно было потом зимовать, клуб образовать. Не было смысла им соты делать больших размеров. Ну, если там семья имела силу очень большую, она могла строить под свой размер немножко больше. Ну, не настолько больших размеров эти были соты, чтобы пчелам потом зимовки, ну, не обсиживайте. Значит, нет смысла. Ну, вот эта причина, почему я выбрал такую рамку. Значит, зимовка хорошая. Хорошо. Перезимовали они хорошо, пчелы. Ну, весной, почему весеннее развитие у пчел хорошее, интенсивное, и сила семьи сохранилась. Почему они хорошо развиваются зимой? Вот в данном случае эта семья, ну, они все одинаковые силы. Я уже так добился таких результатов, что у меня все семьи имеют одну силу. Все сильные семьи. Нет таких, чтобы вот мы хотели бы найти такую семью, которая, ну, слабая была. Ну, нет такой семьи. Когда-то в начале своего пчеловодства, в начале своей практики, да, у меня все было. И слабые семьи, и семьи погибали, и все. Но теперь я научился делать. И благодаря тому, что я убежден, что вот такая рамка, и убедился, что на такой рамке можно хорошо зимовать и интенсивно весной развиваться пчелосемьем. Значит, в чем причина? Значит, причина в том, что семья с прошлого года, с осени и в течение лета готовилась к зимовке. Она готовится к зимовке весь сезон. И пчеловод готовит эти семьи, смотрит за ними, чтобы входили в зиму они сильными, чтобы расплода было молодых пчел. Значит, семья входит уже сильно в зимовку с большим количеством молодых пчел, неизношенных, готовых весной выделять маточное молочко и интенсивно развиваться. Значит, нужно заложить уже такую ситуацию с сильной семьей уже с лета, с конца августа, с сентября, когда мы уже начинаем подкармливать. А подкармливать мы сиропом, мы знаем, что пчелы изнашиваются. Значит, а какие пчелы должны перенашивать сироп и их готовить? Конечно, старые пчелы, то есть те, которые не пойдут в зимовку, а молодых, эти старые пчелы, они молодых берегут. Молодые не участвуют в таких работах. Значит, вся масса молодых пчел, они будут сохраняться в зимовку, а старые должны этим заниматься. Значит, пчеловод должен и об этом знать, и побеспокоиться, чтобы сильная семья была, чтобы эти пчелы старые работали на переработке. А если семья небольшая, слабенькая, ну, как можно подготовить молодых массу хороших пчел, если она сама слабая? Значит, и столько выведется пчел молодых, и эти молодые будут перерабатывать сироп. Такая семья никогда не перезимует, и вообще, а если перезимует, она погибнет весной. Так вот, когда семья в зиму входит сильной, а сильная семья, это, как я уже научился делать, что она должна идти на восьми рамках, вот, восемь улочек должно быть. И еще пчелы должны сидеть за доской. Вот я об этом уже смотрю в сентябре, когда мы сироп раздали, и уже смотрю, уже осматриваю каждую семью на наличие силы. То смотрю, как они обсиживают эту сзади доску, прикрывающую гнездо. Они должны там пчелы, ну, вот так на ладонь свисать и строить соты. Вот это признак, когда семья сильная, они идут, пчелы, в зиму вот такой силой на восьми рамках. И сжимать не нужно их. Они потом сами, потом сожмутся, часть отомрет этих старых пчел. Пчелы зайдут при похолодании, они зайдут туда, в гнездо, в улочки. Вот. Значит, вот такая сильная семья, она и зимовать будет хорошо на такой рамке. Представляете, восемь рамок. Это довольно такой клуб большой пчел. Они сохраняют хорошо энергию, тепло. И каждая пчелка сохраняется к весне. Корма хватает. И вот они, значит, перезимовали. Проверили мы. Вот как я рассказывал, ревизия после облета. Мы делаем ревизию. Смотры, пчелы облетелись. Здесь мы видим, что все семьи сильные. А сильная семья, вот она будет занимать этих восемь, ну, семь-восемь этих рамок. Так, сильная семья после облета и вообще семья первых три недели, нужно пчеловоду знать, что первые три недели старые пчелы, которые перезимовали, они будут замещаться молодыми пчелами. И вот этих три недели, ну, это примерно такой период в три недели, они будут замещаться молодыми пчелами. Вот здесь есть такая опасность, когда пчелы замещаются, а старые постепенно отходят. И если вот этот баланс не соблюдать, то есть создать пчеловоду им такие условия, когда старые пчелы будут отмирать интенсивно, быстро, а молодые нарождаться, то семья будет как бы проседать. То есть та масса пчел, которая была, она намного будет меньше, через три недели меньше, это будет заметно, уже не восемь рамок, там будет шесть рамок пчел. И такому пчеловоду надо будет убирать эти рамки, потому что семья просела, их стало меньше. Это тогда происходит, когда пчеловод неправильно поставит работу. В каком случае? Вот в марте, допустим, хорошие теплые деньки наступили, вот он подкармливает, а вот на такую додановскую рамку обычно идет все подкормка. Вот как слышишь пчеловоду, вот я там пакеты положил, я там пакет с сиропом сверху положил, я там канди сверху. У меня такого понятия нет, чтобы их подкармливать там в феврале, в марте, даже и в апреле, я не подкармливаю, потому что у меня хватает корма сверху, на рамке, они развиваются, ну, всякое может быть. Ну, вот это подкормить в апреле, это же не в марте подкармливать их пакетами. Значит, когда подкормка идет, они провоцируются на вылет, вот эти пчелы провоцируются на вылет за кормом. И они потом, а погода-то в марте, бывает и снег лежит, и ветер, и холодно, и они пропадают. И постепенно семья ослабляется, она проседает, и пчел становится меньше, меньше, меньше. И в тот момент, когда идет уже замена молодыми старых пчел, там остается на треть меньше пчел, чем было после зимовки. Вышла из зимовки, семья сильная как будто, и расплод есть. После облета, массового облета, там через три недели, семья начинает хереть, проседать, и пчеловод не знает, в чем причина. Вот причина в этом, чтобы семья не просела, нужно правильно не подкармливать ее. Вот как я рассказывал, как этой весной, как будто и теплая весна, и можно было кормить, подкармливать на расплод. Но я этого не делал, боялся, потому что там неделю стояла плохая погода, они бы вылетали. А вот сейчас, когда целую неделю стоит, я занялся работой, и то не пакеты с сиропом, а я раскрывал рамки, я это показывал, раскрывал рамки, где мед. Значит, я сказал, что вот эти три недели, пока, пока в апреле после облета идет работа пчелов в семьях, идет замещение молодыми пчелами, старых, уже перезимовавших пчел. Потом что получается? Такое равновесие. Если все благополучно, пчелы старые остаются еще, часть выведенных еще в марте, молодых пчел, и семья должна, наоборот, сильнее быть. На третью часть как бы пчел больше должно быть. Вот это обстоятельство должно быть правильным. Вот это положение дел пчелосемьей, это будет правильным, когда через три недели, где-то после главного облета пчел, через три недели семья увеличилась. Это будет правильно, и это положительно для пчеловода, это хороший знак. Значит, все идет правильно. Но потом, если семья слабая, ну, мы говорим, сильная семья слабая, если слабая семья, то слабая семья, после этих трех недель, у нее идет интенсивное размножение. Потому что молодые пчелы, в небольшом количестве, слабая семья, ну, пускай пять улочек будет занимать, четыре-пять улочек. Размножаться интенсивно она не сможет, пока она еще три недели не займет для того, чтобы у нее появилось пчел. Столько, чтобы интенсивно еще три недели размножаться. И она, чтобы достигла массы силы для хорошего медосбора, там, три-четыре килограмма пчел. Но если не большая семья, ей придется еще раз три недели, период такой занять. Там пчел уже увеличится больше, и вот эти пчелы уже будут способны для интенсивного размножения и прибавления пчел, массы лишних свободных пчел, которые смогут летать за нектаром и приносить мед уже товарный. А если взять сильная семья, вот, допустим, как мои сильные семьи, которые занимают восемь улочек, здесь уже столько пчел, которые способны ухаживать за расплодом, выделять маточное молочко, интенсивно кормить матку, и останется еще часть пчел, которые будут свободны в резерве и смогут летать за нектаром. Вот в чем причина. А слабые семьи, где мало пчел, они только заняты расплодом, у них нет времени освободить пчел, чтобы они приносили еще нектар. Их такие семьи обычно подкармливают, ставят туда мед, утепляют, закрывают литки, утепляют их, и у них получается только интенсивное размножение. Их нужно размножать, чтобы потом уже какой-то резерв пчел получить. Вот в этом причина, чтобы каждый пчеловод стремился держать сильные семьи, где-то на семи-восьми рамках. К весне, чтобы зимовка проходила хорошо. И тогда эти пчелы в большом количестве, они будут уже, минуя этот период интенсивного размножения, они перейдут к периоду накопления пчел свободных, резервных. Поэтому вот в данном случае, почему пчелы собирают интенсивно такое впечатление, как будто это июль месяц, что в июле месяце у меня начинают носить нектар, и у меня привесы там 4 килограмма, вот 16 апреля привес был 4 килограмма, вчера привес был 5 килограммов, ну, сегодня посмотрим сколько. Вот, это вносят пчелы, пчелы это резервные, пчелы свободные, а часть пчел, конечно, остаются ухаживать за расплодом. Они внутренние работы выполняют, есть там и приемщики, есть там и фуражеры, пчелы. Вот, поэтому, если кто хочет, чтобы меда в любых условиях, погодных, климатических условиях, и нектаровыделение по разным годам, это разные ситуации было. В том году плохо у нас, нектаровыделение плохое было, где-то 2-3 недели в июле, но потом за короткий период пчелы наверстали, они наносили мед. Нужно добиваться того, чтобы большая масса пчел была, работоспособных, интенсивных, и проводить селекцию, чтобы пчелы работали интенсивно на медосборе. Ну вот, вот это я хотел рассказать моим подписчикам, которые смотрят мой канал. Что я хотел еще сказать? Я хотел вот еще что сказать. Что, несмотря на то, что они, пчелы, интенсивно носят нектары, медосбор идет хороший, вот за 2 дня у меня где-то почти на 10 килограммов передвинул весы. Сегодня контрольный улей покажет тоже примерно такой же при вес. Ну, несмотря на это, я же магазин наверх не ставлю, вот если пчеловод неопытный, он может взять и магазин сверху поставить. Вот это делать нельзя. Но это мое мнение. Лучше лишнюю рамку туда поставить, сбоку. Что я и сделал. Я вчера поставил лишнюю рамку, они уже набрали нектара. Вот я сейчас поставлю эту рамку туда. Вот. И завтра уже будет она занято. Дело в том, что... Сейчас мы поставим. Дело в том, что ночь это холодная. Вот я ее поставил. Завтра она будет залита. Дело в том, что ночь и холодная. Если поставить в магазин, то пчелы на ночь все равно уйдут в расплодную часть, они будут обогревать расплод. И этот нектар, он, ну... Он будет кристаллизоваться. То есть проблемы будут пчеловодом. Этот нектар никто обрабатывать не будет. Он испортится. Будут проблемы. Вот если бы такая масса пчел была, а это достичь довольно сложно, чтобы поставить в магазин, и пчелы пошли... Ну, некоторые скажут, можно сократить гнездо, поставить в магазин, там, значит, поставить тоже ограничительную доску, там, утеплить. Это тоже не выход. Значит, лучше всего... Вот я считаю, что в данной ситуации поставить лишние рамки гнездо, они будут собирать туда нектар. Допустим, одну. Все равно расширять нужно. Каждый день выходят уже пчелы. Расширение. Вот этим самым идет как бы расширение. Они собирают нектар, значит, в гнезде. Ну, моей технологии, вот кто смотрит мой канал и как бы хочет повторить мою технологию работы, значит, дальше какой получается ситуация, что вот эти рамки с медом, они же пойдут в отводок. Вот в конце апреля уже, если считать этот год, в начале мая я делаю отводки. Эти рамки медовые с пчелами, они пойдут в отводок. Часть рамок останется здесь. Сюда же мы поставим сушь, чтобы пчелы снова носили гнездо. Здесь будет выводиться матка. Они будут собирать гнездо, весь нектар, который рамки я поставлю. Понимаете? Допустим, вы скажете, что они будут носить нектар, а без матки закрываться, значит, ячейки не будут, мед будет незрелый. Правильно, он будет стоять там пока, он будет созревать. Когда будет маточка уже выведена, пчелы начнут уже и закрывать там, и работать. В некоторых случаях даже и закрывают. Маточка выводится, они работают, закрывают ячейки медовые, там мед готовят, чтобы он созрел. То есть мед все равно остается. И этот мед переходит в отводки. В отводки потом этот мед тоже собирается. Он ставится потом наверх, этот отводок. Вот кто следит за моей технологией. А в тот отводок уже собирается мед. Уже в июльский мед. Капитально. Ну, дело в том, что этот мед, который был здесь, он переходит как бы в отводок. Потом в отводок уже ставится туда, и все-то собирается. Все-то созревается. Он не кристаллизуется. Он обсиживается пчелами. При откачке такого не было, чтобы там закристаллизовался мед. А вот если этот магазин будет, и там пчел не будет, они уйдут все в гнездо. Ну, конечно, за несколько дней этот и его мед закристаллизуется. Понимаете? Значит, вот я смотрел, читал на форуме, там один, или он шуткой, или всерьез. Говорит, пока вы там готовите пчел к июльским медосборам, я вот сейчас магазины поставил, у меня июльский, значит, апрельский идет медосбор. Я его в мед откачаю, продам, вот, и поеду там на Канары отдыхать. Мне кажется, что это шутка была. Но это, если это серьезно, давайте подумаем, что это серьезный разговор. Ну, представляете, это что? Собрать столько меда, ну, я не знаю, чтобы он и был запечатан.